привет народ привет подписчики и сегодня я расскажу одну историю которая у меня была значит до всяких аппаратов аппараты конечно выдуманы очень электрические очень давно электроловые но ловили разными способами генераторов и преобразователей одного из кандидатов которого мы сегодня рассмотрим но до этого всего было примитивно способов очень много но вот острога острога на медном основании такая как-то все это залито свинцом кто-то делал вот что покупали мой дом просто она там была я лично с моим отцом то есть отец повел на рыбалку когда у нас холодно зимой прямо с мор вокзала чешется чешется на глубине 7 метров где-то она от 1 где-то на метр-полтора вот так вот она плавает кефаль кефаль она почесы красноглазка пеленгаз и лобан почти что пеленгаз но лобан он такой страшненький но такая вкусная рыба самая вкусная из большого семейства имена и фальвы вот и было чуть пошире иголки потоньше были в общем был крест на крест она была намного полегче конечно будем говорить есть тройника это четверник но такие с такими иглами и вот мы пошли на рыбалку в общем практически места очень мало в сезон все ловят тройниками спиннингами закидывают ну кто как а мы пришли с такой ерундой но отец сказал что если нас поймают лучше ее отрезать и сбросить потому что человек за это сидел тот кто отдал отцу он за это сидел вот как амаймали его что не знаю но один из сроков был вот за это дело при ссср конечно это были где-то по моему до 80-е года мне было наверно лет 9 где-то вот так вот лет 9 10 потому что помню очень смутно и это возраст был невысок и я поймал я поймал то есть рыбу не видим там глубина просто опускаем на дно дергаем опускаем дергаем чуть-чуть потянем дергаем в общем я поймал две кефалии радости в нем было не было предела и отец одну поднял он больше давал как бы мне ловить вот я две поймала он одну радости не было предела и поэтому этот способ браконьерство он был был давно а по поводу остроги тот человек который сидел сок он мне рассказывал что у нас ведь там горные речки были и была форель как сказать форель мы гарпунами там самодельными ее пытались бить и пошло я попадала и общем форель подпустит вас только тогда когда вы будете в воде без воды она вас не подпустит она тень видит за 7 метров и сразу в под камни вот если аппаратами тоже мы ловили не получалось был транзистор на ключ или 10 рыбачил на транзисторный ключ 1т тоже пробовал но мне не понравился бушил много и ловил хуже чем транзисторный хоть и высокоумная вода была и радиус полметра всего лишь был пескарь плотва вот такое вот оно ловилось хорошо но поймать форель не удавалось вот у нас был секрет что надо идти по воде снизу вверх по воде фонарь фонарь должен быть только керосиновый не электрические никакой никакие фильтра ничего говорит не помогает только керосиновый фонарь и не сильно добавлены она этот свет не боится она вас подпускает прямо чуть ли рукой не возьмешь будет другой свет никакой не подпускает и вот тогда работает а строго то есть почему выбрали малька не тревожится рыба не тревожит малька как бы бить ты будешь только самую крупную форель ну почему браконьерство это считалось но как то вот так она считалась таким способом ловят и щуку в основном с лодки ночью с фонарями все она подпускает щуку ну и попадается за то есть это примитивное орудие до сегодняшнего дня еще работает но из примитивного мы сегодня рассмотрим такой тяжелый алюминиевый аппарат ну грязный наверно утопленник скорее всего как он мне попал я еще до него не нашел не добрался сказали просто посмотреть потому что аппаратов много и это один из старых которых лежал что с ним непонятно вообще но видно да по четыре транзистора в плече это уже хорошо не два не три 4 4 это хорошо бывает по 6 но 4 это хорошо опять же раскачка раскачка 214 будет или 217 здесь стоют здесь стоят pp 213 но они слабоватые 14 обычно ставят или 17 там зависимости как сделан преобразователь в принципе они запасом мощности на радиаторе но тут видите то прокладка слюдяная стоит слюдяная прокладка стоит как-то сделали так ладно это все ерунда все они всегда раскачиваются тгр то есть чтобы германии вы транзистора скачать без тгр нереально и даже вот составные транзисторов биболярные взять то же самое я управлял их ними только тгр открывает их четко и они не греются так как бы через резисторы так как отдельных драйверов тогда раньше не было и поэтому все только так попробуем скрыть его посмотрим я еще его не смотрел поэтому ребята скроем может там ила полный полный ила конечно кто дал он смотрел наверно что я просто взгляну просто посмотрю оживлять можете вы ее не будем но просто взглянем ребята но паучки залазили это щели были щели были значит не сгнило вот кто говорит если бы на старом аппарате он был бы герметично он бы сгнил здесь потому что в холод и конденсат свое дело делает типичный представитель тех времен р.с. р.с. 49 думаю ну а здесь какое-то р.с. 8 что-то я такие не разрешал мне у меня такого типа были были все я торговал на рынке она ребята все ушло ну задающий генератор на p213 собран преобразователь собран поверх намотана очень тонкая обмотка очень тонкая бро тонкий провод материал конечно неизвестен на чем намотан носка возможно пермолой будем говорить так возможно битинаксовые прокладки сделали на выводах транзисторах это хорошо как бы но и разбирать тяжелее но сделали так я так не видел никогда между прочим не не попадалось такое решение но с одной стороны это хорошо но снимать их будет тяжело но ничего сделали так я не знаю целая не целая пока конденсатор скорее всего 10 микрофарад хотя могли 20 см надо смотреть значит что у нас получается а получается что у нас на 4 диода на диоды у нас уже современные фр конечно фр 308 по моему 308 ну да 300 скорее всего 308 307 точнее или нет фр 308 идут это у нас идет 500 5 амперный стоит у нас тиристор т122 серии 25 на 8 8 класс 800 вольт стоит у нас галютный переключатель по середине он еще не окислился значит тонкие провода, один провод идет на корпус, один провод на корпус, и два провода, ну, правильно, получается, минус, вот, выходит белый, подождите, вру, вон тот нижний придет, минус выходит, а белый пойдет с тиристора, все верно, плюс, все верно, все, вот, открыто, и место, как бы, говорится, есть, и рассмотреть просто можно все, это очень хорошо, значит, генератор, оп, генератор, ребята, но я вижу 117, 117 транзистор, позолоченными выводами, КТ-117, это двух базовых транзисторов, я на нем делал, также стоит реле, скорее всего, реле стоит от переплессовки, скорее всего, стоит, ребята, ТГР, вижу, тоже изоляцию делали, на тонкой обморке ТГР, и идет управление на тиристор, тиристор, схематика 1Т, дроссель очень большой, очень большой такой, на дросселе расположен конденсатор, что не есть хорошо, дроссель в 1Т, как бы гривится, провода в дросселе не особо толстые, но, по-моему, один миллиметр точно есть, значит, нормально, вот, так что ознакомился со схемой я, ознакомился со схемой, далее надо, там частоты здесь не высокие, эти ФР нормально, кто менял, я не знаю, но в ряде кто, и это тот, кто собирал, то есть это уже свежее поставлено, кто-то делал, видать, или модернизировал, что-то там раньше было другое, поставили их, ну, в принципе, на эти частоты все хорошо, что у нас есть, у нас есть питание, питание в два провода тонких пустили, я не знаю, как будто это предохранитель, очень тонкие провода, очень, очень тонкие провода, это получается белый, это получается красный, если это плюс, да, плюс идет на реле, должен еще стоять диод, на реле, и если это против полярности, против полярности, то должен стоять диод, которого я не вижу здесь, по крайней мере. скорее всего, ребята, это, больше всего, это похоже на то, что это включает, ну да, вот оно, ребята, проводок, вот оно, проводок, он включает катушку, обычное реле, вот потому оно на корпусе и сидит, это получается вот этот выход, у нас кнопка, верхний это плюс, нижний минус высоковольный и масса минус аккумулятора и кнопка, она замыкается на минус, все, а плюс, правильно, красный идет на катушку, защиты от переплессовки здесь нет, сделали так, и то же самое идет на генератор, сделали, хотя, ребята, знаете, что, ребята, это не реле, это конденсатор, а как я, ну да, это конденсатор, а я тоже, что думаю, какой реле, что-то и не раз 9, да, это у нас конденсатор, бумажный стоит конденсатор, высох он, не высох, я не могу сказать, это надо запускать, ну, прежде чем запускать, реле, ушки там надо так проверить, кое-что, ну, они будут целые, скорее всего, вот, так, выводы близко, так, выводы близко, чтобы не замкнуло, конденсаторы надо проверить, то, в принципе, этот аппарат можно запустить, если транзисторы не... Ха, ребята, ай-яй-яй... А вот такой нюанс, ребята, вот транзистор, пустой, то есть он стоит, выводы от него отсоединенные, они не задействованы, как мне кажется, а-а-а, они здесь под низом задействованы, ребята, еще как задействованы, просто они пропустили между корпусом алюминиевым и от стола вырезали, Геденакс, то есть разрезал кто-то стол обычно, на столах такая защита была, ну, не только, раньше Геденаксов было очень много, вот, в принципе, все задействованы, то я подумал, неужели их не задействовали, задействовали, просто внутренние выводы, ну, в принципе, все, если эти не биты и преобразователь не биты, в принципе, его можно запустить, я единственное уточню, стоит ли его делать, не будем делать или не будем делать, как он, ребята, будет ловить, насколько все это хорошо, я не знаю, обмотка здесь, ребята, ну, это 0,35 провод, я такими мотал ТГР, но никак не 0,35 я не мотал, никогда преобразователь, никогда не мотал преобразователь напряжения, может это до подмотки какие-то, что вряд ли, ну, я вам скажу, что провод вот идет, 1,4 провод идет всего лишь, в один провод идет, со средней точкой 1,4, то есть, провод здесь не очень мощный, если это альсифер, ребята, то ничего толкового здесь не получим, на этом материале, но это если феррит 2000, то да, что-то можно получить, ну, я как представляю, как я представляю, не знаю, сколько он отдаст мощности, ребята, но на такую вот махину собрали, да, если он мощность, в принципе, отдаст инвалидаж, то, в принципе, этот аппарат нормальный, но если с такой вот проволокой, тонкой 0,35, ну, будет просаживать он, половину может просаживать, и сколько там это их витков, но эта обмотка может быть доп. обмотка, доп. обмотка чего-то питания, но не будет этого, здесь так это не делают, это сейчас там доп. обмотки применяют, раньше такое как бы не делали, скорее всего, она и есть такая обмотка, дополнительная обмотка, так что, что сказать, вот она, средняя точка первая идет, и дальше раз, два, три, то есть три положения, ну, так оно и есть, раз, раз, два, три, ну, тут четыре он двигается, ну, отверстия рассверлены, отверстия рассверлены на три, ну, в принципе, да, если эти целые, да, и эти целые, в принципе, он должен запуститься, там уже, смотри, терристор, не терристор, просто этот аппарат может не ловить на вода 30 Ом, вода 30 Ом, если сделать хороший катод, то это будет уже 15 Ом, вот, то есть половину сразу можем уменьшать, и то это было август месяц, вода 30 Ом измерили, а так мы не знали нашу воду, 30 Ом, зимой она где-то там, чуть больше там, 5 Ом, где-то получается, скорее всего будет 40 Ом, ну, вот 40 Ом, это даже плитка, электроплитка на 1 киловатт, это 50 Ом, а тут 40 Ом, то есть нагрузки как бы немалые, но тут четыре транзистора, вот, они, в принципе, должны вытянуть эту нагрузку, но вот эта пролога слабая, меня не устраивает, ну, вот, обзор какого-то аппарата, как делали раньше, ну, делали раньше, действительно, было, было алюминия, делали, видать, заклёбывали, делали люди на совесть, на совесть делали аппарат, что сказать, так что ничего плохого, я здесь не скажу, здесь всё открыто, всё на лицо, конечно, заменять вот эти вот, это сложно, да, сложно, потому что у него и внутренняя распайка, вот это, да, сложновато, конечно, ну, всё, наверное, можно, как бы так. Спасибо. Спасибо. Спасибо.